Всем привет-привет! И ко мне приехала Чихуахуа! Эту Чихуахуа я выбираю на Валберис. Я сразу как-то на нее заглянулась, потому что у нее очень много красочных деталей. Как бы окрас сам по себе соответствует другим Чихуахуа. И выполнена она, я думаю, по срисовке. Ну, потому что она, смотрите, какая детализированная. И мне очень понравилось, что тут есть два цвета. Очень хорошо сочетается, потому что оба этих цвета, красный-черный, привлекают внимание к ней, так скажем. В комплекте с ней шоу такой вот поводок. Есть вот такой вот маленький карабинчик. То есть ничего тут не ржавые, все очень хорошо сделано, детализировано. Мне очень нравится. Правда, могу вам сказать, что я не люблю вот такую вот кожу, потому что она может порваться в любой момент. Поэтому, если вы выбираете вот такие игрушки и там вы встречаете вот такую кожу, советую сразу после покупки приобрести или сделать самим там мошенник или поводок. Вот, кстати, вот фирма. Вот такая вот у нее одежка. Очень ярких цветов. Липучка нигде не отсюда идет. Вот, все очень хорошо пришито. Делали, наверное, на швейной машинке, как я понимаю. Наверняка это эко-кожа. Она тут рвется, потому что, ну, смотрите, надо проснуть вот эту штучку, а она с каждым разом рвется. И вот могу сказать, что на ощупь вот эта эко-кожа, она 50 на 50. Она и приятная, и нет. Про чхуахуа я могу рассказать сейчас. У нее есть какие-то настоящих чхуахуа, будем говорить с собак, потому что мне так удобнее. Как у насыщих собак есть складки. Она может двигать ногами. Правда, бывает слышно, как что-то рвется. Но я думала, что это просто пух перенабивается там, в сторону в сторону. Могу рассказать про минусы и плюса. Минус, что у нее один глаз чуть-чуть съезжает вниз, а другой выше. Ушки тоже могут двигаться. Это хорошо, конечно. Плюс, что у нее очень хороший окрас. Все очень хорошо сделано, но бывают торчат нитки. Вот. Такой вот, ось. Вот нитка. Кот-хостик. И могу вам сказать, что она очень маленькая для размера чхуахуа. Я думаю, что тут показано, что она 24 см. Но максимум, если вот так вот читать, то она 15 см где-то. А вот так вот, если я понимаю, то это для них 24 см. От носика до... Вот сюда. И в отзывах я почитала, что у них сразу там на террористине отбрался вот этот вот... Порвался вот этот поводок. Но я не думаю, что он может порваться. Потому что, ну... первый раз он... Я уже гуляла с этой чхуахуа просто... И у меня ничего не оторвалось. Вообще. Что говорят о на маленького размера, это да. Но мне вообще она очень нравится. Потому что, ну... Она как настоящая. Если бы я её увидела, и ещё с своим плохим зрением, то бы я подумала, что это настоящая чхуахуа. Сейчас могу показать весь каталог. Здесь. Тут есть... Про чхуахуа. Ошиник мы уже одели. Одеваем поводок. У него есть шлейка, которая я сделала сама. Сейчас мы отправляемся на рынок. Едем в зоомагазин. И мы хотим ему купить ошиник, шлейку, там поводок. Что найдём, то и купим. И, кстати, я думаю, что надо ему чуть-чуть игрушечку купить. То... У меня все игрушки забирает лисичка, а она ими не играет. Они вот такие вот. У неё где-то больше его головы. Да. Папа сначала удивился, почему она такая маленькая сказала. Но она хотя бы что-то умеет. Она стоит 3 309 рублей. А так, как говорю, она умеет танцевать. А вот эту сумочку мне подарила двоюродная сестра нашего бокса. Только она чуть-чуть замаралась тональником. Но ничего страшного. И я думаю, что у меня уже есть... У меня уже есть до мной такая идея, что это может послужить, ну, допустим, для одежды чихуахуала. Сейчас на улице очень жарко, поэтому я возьму с собой вот эту одежку. И у меня есть чуть-чуть такие маленькие игрушки. Это должна быть была игрушка для лисички. Просто размер кабана и... Будем его пока что назвать ричер. Ричер. Поехали. Кстати, вот эта шлейка. Кстати, как она правильно одевать? Вот шлейка, о которой он говорил. И объясните, как она правильно надевать. Сейчас. Я правильно одевать на шею или... Вот здесь. А где? Я еще кольцу. А! У меня вот нашел вот так вот. Она у меня развязалась. Вот так вот или... Ну, вы поняли как вот здесь вот. У меня просто есть одна шлейка, которая одевается вот так вот. И есть вот такая. Мы уже приехали в зал-магазин. Сейчас мы будем смотреть, есть ли здесь вещи, которые нам нужны. Смотрите, какая. Так, вилпразон котята. Одну коробочку. Мы здесь ничего не нашли. Там очень маленький ассортимент. На столб там есть крысы. Я их очень сильно хочу. Папа, будешь... Ты хочешь, чтобы у нас были крысы? Крысы? Да. Зачем, любимые? Ну, они очень милые, красивые. Они самые лучшие существа на планете. И синди их всех съезд переловит. Давай пожалеем их лучше. Оставим в покое, а сами поедем, купим. Что ты там, одежду ищешь? Да. Поехали в другой магазин. Какие котики! Привет! Привет! Иди, привет! Кушать хотел. Ну, его ты никак не сделаешь, но он сейчас, смотри. Покупаешь? Давай вот этот возьмем. Я убрала вот такой радужный шейник. Эти. Кусточки для собаки продаются. Размер-то подходящий, да, Алиса? Да, что? Ага. Одной хватит? Наверное. Где вторая кучка? Ну, боже мой. Встретили котята, хотели покормить. Все. Боже мой, какие голубые. Сыпь другую кучку. На, давай. Давай мне эту. Сыпь. Давай. Идите сюда. Держи. Держи. Они сейчас все быстрее. Первое, что мы купили, это был бобер. Я бобра уже оторвала. И вот это вот мята для кучек. Которая шла с бобром. Вот такой вот классный ошейник мы выбрали, радужного цвета. Пап, тебе есть ножницы? Это для лисички от блох, клещей. Гематоген для лисички. Косточки для моей собаки. Еще вот такая косточка. И вот таких вот три штучки. Вот такой вот ошейник. Он чуть-чуть большой, но тут можно сделать резиночкой. Чуть-чуть. Тут есть вот такой вот колокольчик. Он хорошо расстегивается. Барбер, барбер. Барбер, барбер. Всем привет, ребята. Мы приехали. И сейчас я хочу дать лисички протестировать лиду. Для собаки. Принюхусь. Нет, это ей не нравится. Так, а печеньки? Это она будет. Могу тебе дать только есть, чтобы ты любил мишку маму? Да. Исся. Исся. Не надо, ей жарко, не тренируй ее сейчас. Просто дай ей. О, держи вторую сразу. Ну, что ты лаешь? Ничего со мной не случится, не бойся. Иди домой. Мы хотим покупаться, спешим. У него и так пять минут осталось. Все. Возьми меня на ручки. Сейчас я тебя протачу. Ой, как здорово. Мама. Класс. Ты довольна? Да, мама. Ки-ки-ки. Ты мой сенечка. Ты мой сенечка.